Продолжение следует... Как вот может их решить, например, губернатор, да? Но возникает другой вопрос тогда. Почему люди идут к самой верхней-то власти? Вы знаете, все это связано с тем, что на местном уровне необходимо так же, как вот сейчас мы проводим реформы на уровне государственного управления, так же что-то менять. Существует некая усталость от власти и, видимо, местные органы власти за долгие годы, особенно там, где власть не менялась несколькими уже выборами, происходит такое спокойное отношение к такому фону обращений граждан, что совершенно неправильно. То есть как бы так и должно быть? Так и должно быть. А мы обязаны изменять качество услуг населения, мы обязаны изменять качество власти, мы обязаны приводить в сферу управления на местном уровне так же профессионалов, новых людей. И смена поколений – это нормальный процесс, не надо его воспринимать как что-то революционное, это нормальный эволюционный процесс. Поэтому мы активно занимаемся вопросами продвижения новых людей, молодых людей, для того, чтобы они так же входили во власть, чтобы они учились, развивались и приходили профессионалы. И это те люди, которые смогут видеть эти вопросы заново, рассматривать и решать их так же по-новому. Ну, может быть, это просто вот у людей такая вот изначальная, такой менталитет, вера в доброго царя, что называется, который вот придет и все сделает, сразу все разрешит, а свой вот никак не может. Ну, вот как раз о муниципальном самоуправлении, местном самоуправлении давайте немножко поговорим здесь более подробно. Дело в том, что вот как раз накануне буквально был день местного самоуправления, и как раз много говорилось о том, что именно власти на местах сейчас придается особое значение, большое значение. Именно от ее действий зависит благосостояние региона, в том числе и благосостояние каждого жителя в отдельности. Но вот, тем не менее, сейчас вот запущена муниципальная реформа, самое известное из того, что предполагается делать, это укропление районов. Многих это настораживает, ну, как и любые, в принципе, наверное, реформы. Вот зачем укропнять районы? По большому счету они и так у нас ведь не маленькие. Ну, во-первых, идет не укропнение районов, а укропнение поселкового уровня. А вот с чем это связано? То есть районов сколько есть, столько их и будет. Пока останется, хотя есть некие мысли, причем внутри районов, есть предложение возникает о неком изменении конфигурации районов. Но мы пока, наверное, оставим это на потом, потому что преждевременные у нас вопросы сейчас возникают именно на уровне поселковой власти. Могу вам сказать, что количество управленцев на уровне поселковой власти иногда не удерживает никакой критики. Иногда у нас сама деревня, сам поселок 10-20, там человек 50, из них 10 у нас руководителей, которые работают в аппарате. Иногда у нас бюджет того или иного поселения, фактически полностью процентов под 70-80 состоит из бюджета оплаты, фонда оплаты труда и обеспечения от тех руководителей и аппарата, которые работают в этом поселковом уровне. Конечно, есть обратные примеры, когда у нас, да, есть большие поселки. Но, тем не менее, количество муниципальных служащих для Вологодской области слишком велико и обременительно для нашего населения. Как мы понимаем, что бюджет составляется из наших с вами налогов. Соответственно, это мы и население Вологодской области содержит этих чиновников. И губернатор Вологодской области, мы считаем, что количество этих чиновников должно быть гораздо меньше. Я хочу сказать, что на территории северо-западного федерального круга у нас одно из самых высоких количеств муниципальных чиновников. Это первое. Второе. Сама система эффективного управления финансами на текущий момент в районах, она не оптимальна. Деньги распределяются по поселковому уровню и, соответственно, получается так, что у каждого поселка есть свой бюджет, но маленький. Фактически сделать на него ничего невозможно. Маневра деньгами между поселками не существует. Вот если мы объединяем их в более крупное поселковое объединение, тогда у них есть маневр. Они могут в этом поселке в этом году сделать дорогу, в том поселке в этом году выкопать колодец, в том поселке поставить новые столбы и протянуть электричество. У них будут деньги на конкретные крупные мероприятия. Сейчас они не могут это сделать без районной дотации и без областной дотации. Наша задача, чтобы и поселковый уровень, и районный уровень были самодостаточны. Кстати, у нас половина районов, даже большая половина районов Вологодской области уже обходится без субсидий областного бюджета. Они сами у нас на самообеспечение. А уже это с какого периода они стали? А вот в этом году их стало 15. Следующий вопрос также связан с тем, что при вот этом объединении мы получаем еще дополнительный эффект. Тот, что фактически проблемы начинает решать конкретный один управленец посредством общения так называемых старост. Этот институт у нас есть. Старосты у нас были и есть. Но, к сожалению, этот институт, он не нашел своей популярности и, самое главное, он не зафиксировался в системе муниципального управления. Вот я думаю, что с принятием закона о старостах, который сейчас мы совместно с законодательным собранием разрабатываем, вот старосты займут то самое очень важное место, которое будет являться коммуникатором между властью, между главой поселения и между населением. То есть они будут высказывать, таким переговорщикам выступать, течение народа, вот не получать вот эти вот большое количество обращений. Они пойдут и скажут, у нас такая-то, такая-то, такая-то проблема, помогите. Потом скажут, значит, мы решили эту проблему так-то, так-то и так-то. И пойдут населению, расскажут, что это решится тогда-то, тогда-то. Самое главное, что мы получим человека не из власти, который как бы всегда вот в позиции обороняться от населения, а мы получим человека от общественности, который заинтересован в том, чтобы это работало. Я вообще хочу сказать очень большое спасибо депутатам Законодательного собрания за то, что они сейчас вот в этом процессе, непростом процессе оптимизации именно местного самоуправления, занимают очень конструктивную позицию. Они разговаривают с населением, они слышат голос населения и пытаются его трансформировать, это мнение, в понятный законодательный акт. И вместе с нами идем вот так поступенно, постепенно, приближая к тому оптимальному состоянию системы, которую мы можем достигнуть. Я, наверное, пользуясь случаем, хотел бы сегодня поздравить с днем рождения председателя комитета по местному самоуправлению Законодательного собрания Татьяну Ивановну Никитину. Она замечательный человек, она большой профессионал. Большое спасибо за эту совместную работу. Я думаю, что те, кто с ней сталкиваются, скажут, что это действительно человек с большой буквы. Я могу только присоединиться к поздравлениям. Итак, Алексей Игоревич, вот вы уже сказали о том, что будут укрупняться, да, вот эти поселения в районах, внутри районов. Но что делать с расстояниями? Не получится ли так, что в удаленных поселениях люди останутся и без власти, и без внимания? Да нет, ну такого, конечно, не будет. Во-первых, как я сказал, институт старост, он как раз даст тот элемент взаимодействия с населением на местном уровне, чтобы мы знали проблему. Если лампочка погасла или что-то произошло, то именно староста будут помогать и определить проблему, и сообщить о ней, и, в общем-то, проконтролировать, как власть ее исполнит. Потому что следующим элементом будет оценка уже муниципальных властей. Вот мы себя оценили, сегодня мы это с вами обсудили. Теперь мы переходим к элементу оценки уже и муниципальной власти. Соответственно, население и вот эти старосты будут как раз оценивать и уже реальными делами, реальными поступками говорить, что выполнили ли власть те обещания, которые она давала, внимательно ли она следила за проблемами на этом участке. К сожалению, Вологодская область, и, наверное, к счастью, Вологодская область очень большая, это действительно большая территория, и действительно большие расстояния у нас и между поселениями, и между районами. Но я вас уверяю, от расстояния эффективность управления не должна страдать. Если у кого-то есть мнение, что от большого расстояния или дистанции пути от этого власть докуда-то не дойдет, я считаю, что это неправильное мнение, и этого чиновника, наверное, попросить уйти с работы или его поправить. И я надеюсь, что муниципальные чиновники слышат голос губернатора, я надеюсь, что слышат тот посыл, который мы даем. И от тех сэкономленных средств, которые мы сэкономим на их оптимизации, они действительно эти средства вложат в работу в эти же поселки, районы. И эти деньги вернутся людям уже реальными делами. То есть извечная проблема, нехватка средств, это будет уже не актуальный вопрос. Ну, еще раз повторяю, бездотационность районов и поселения наша первейшая задача, и мы будем всячески над ней работать. Хочу уточнить еще один момент. Мы все время говорим об оптимизации денежных потоков, об их необходимости для сельских поселений и так далее. Но ведь все чиновники – это люди, в том числе и на местном уровне. Пройдет их сокращение, а люди-то куда? Они останутся все на улице, получается? Или это вот такая правда жизни? Я хочу сказать, что вопрос развития инвестиционной составляющей в наших районах, развития бизнеса, развития социальной инфраструктуры – это вопросы, которые ставились не сегодня, губернатор их задал не вчера. Этот вопрос решался долгими десятилетиями. Поэтому, почему в некоторых районах и в некоторых поселках эта отрасль не развита? Почему в некоторых поселках и районах с бизнесом нет взаимопонимания? Почему бизнес не развивается? Инвестиции не развиваются? Сельское хозяйство не развивается? Это, наверное, вопрос к тем же чиновникам, которые там работали. Если вдруг они завтра окажутся в состоянии тех людей, которые все эти долгие годы с ними вместе бок о бок не могли себя найти, может, они тогда почувствуют, что надо этим заниматься. Это будет сигнал тем чиновникам, которые останутся – развивайте свое поселение, развивайте свой район. Это требование не только губернатора, это требование времени, это требование населения, которое живет на этой территории. Да, но все равно я все-таки думаю, что вообще в любом деле очень важную роль играет так называемый человеческий фактор. И по большому счету ведь управление – это тоже искусство, которому нужно учиться, нужно уметь, обладать определенными знаниями, навыками и так далее. И далеко не каждый ведь может быть управленцем. Где вот взять профессиональные кадры для того, чтобы воплотить все эти реформы в жизнь? Я чувствую, что вы хотите спросить по проекту команды губернатора муниципального уровня. Ну, в том числе. В том числе. Вот в системе кадровых проектов команды губернатора действительно не хватало одного элемента. Это элемент и был вот тот самый муниципальный уровень. Несколько лет назад подобный опыт проводился, но он был очень небольшой, очень краткосрочный, он очень быстро закончился. Мы решили, что, наверное, надо подходить к этому системно, постоянно и, самое главное, непрерывно. Потому что управленцы, они нужны всегда, это раз. Второе. Не обязательно управленец, это тот, кто работает в органах муниципальной власти. Это также руководители общественных организаций, это также руководители кружковой работы, военно-патриотического воспитания с детьми и молодежью. Надо относиться к людям, которые на местах являются лидером, с уважением и, самое главное, их развивать. А вот те из местных лидеров, из лидеров общественного мнения, кто покажет свой профессионализм и готовность к работе сначала в качестве, возможно, депутатов, а потом уже в качестве управленцев именно муниципального звена, вот эти люди будут нами обязательно подобраны, они будут нами развиты. Мы вот сейчас набрали порядка 300 человек, и эти 300 человек обучаем по программе муниципального управления. Мы посмотрим, сколько из них реально придет во власть. Конечно, придут не все. Конечно, кто-то не пройдет на выборах, кого-то не назначат, кого-то не заметят. Но мы надеемся, что все-таки большая часть из этих людей уже придет во власть. Но это только весенний набор, который мы набрали, и он пойдет у нас летом, осенью. А осенью мы будем делать новый набор. То есть число этих людей будет увеличиваться? Он будет расширяться. И более того, мы будем делать этот набор и уже, как я говорю, искать не только управленцев, а уже искать просто активных людей, которые нужны на селе. Вот если вчера вы видели на подведении итогов, были три великолепных молодых человека, которые рассказали о своих трех проектов. На уровне села молодой человек развивает социальные сети, кружковую работу, военно-патриотическое воспитание, киноклубы. Ну, это замечательные примеры. Таких людей мы должны находить, их взращивать, их опыт развивать на другие районы. Алексей Игоревич, к сожалению, наше время в эфире стремительно тает. Но не могу все-таки не затронуть еще одну тему. Приближается, я считаю, самый вообще главный праздник нашей страны. Это 9 мая, День Победы. Как будем праздновать в этом году? Будем праздновать ярко, будем праздновать красиво, будем праздновать масштабно. Я хочу сказать, что мы уже в этом году начали Оргкомитет Победы, посвященный уже 70-летию Победы. И в этом году поставлена задача, после того, как мы проведем это 9 мая, подвести его итоги и разобрать его детально. Как мы отпраздновали, какие были замечания у ветеранов, какие были замечания у жителей, что мы сделали хорошо, что не хватило масштаба. И вот этот год, он для нас будет очень важным тем, что он будет таким подведением итогов. На основании именно этого года мы разработаем новый план мероприятий. Мы пойдем в следующем году, уже в 2014 году, мы заложим те средства, которые необходимы для того, чтобы весь 2014 год мы готовились к 2015. Потому что майские праздники, они, как правило, наступают сразу после зимы. И, соответственно, мы не успеваем какие-то ремонты сделать, что-то весной не успеть. Все, что мы должны сделать, мы обязаны сделать в 2014 году. В течение всего 2014 года. Если можно очень коротко, вас лично касается этот праздник вашей семьи? Конечно, это святой для нашей семьи праздник. Мой дед был ветераном, он орденоносец, он прошел всю войну, и наша семья всегда чтит его память. Мы очень трепетно относимся к этому празднику. В завершении очень коротко блиц-опрос в телекрафном стиле, буквально, если можно, очень короткие ответы. Вам приходилось принимать решения, о которых вы потом жалели? Да. Вы умеете прощать? Да. Есть люди или личности в истории, в том числе, может быть, современные, которые вас восхищают, на которых вы, может, хотите быть ровняц? Конечно, есть, но их несколько. Каждый ли может быть человеком команды? Я думаю, нет. Вы часто бываете в Череповце? Часто. Вашей стремительной карьере можно позавидовать? У вас есть враги? Наверное, есть, но мне о них неизвестно. Вы в списках участников кадровых резервов различных уровней. Вы уже получали какие-то приглашения? Пока самое большое приглашение – это губернатора быть здесь. Как вам удается отдыхать при таком ритме работы? Фактически никак. Как вам удается жить тогда? Как вы успеваете? Что ты делаешь с работой? Есть мнение, что чиновник – это скучно. Вы, я думаю, придерживаетесь противоположной точки зрения. Да, наверное. Я считаю, что чиновник – это непросто, но это ответственно и очень интересно. Я благодарю, Алексей Игоревич, вас за ответы, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию. Я уверена, что беседа получилась интересной и познавательной для наших зрителей в том числе. Я желаю вам такой же энергии, уверенности и воплощения в жизнь всех ваших начинаний. Большое спасибо. Это все на сегодня. Это была программа «Полчаса о важном». На студии сегодня был заместитель губернатора Алексей Шерлыгин. Смотрите «Первый городской». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова